Большой и красивый корабель. Просто восхитительный. Мы сегодня отправились в океанариум планеты Нептун, чтобы посмотреть, как живут рыбы морские. Пойдемте посмотрим вместе с нами, это будет очень прикольно. Первое, что попадается на глаза, это гигантская челюсть. Она, конечно, не настоящая, но выглядит достаточно устрашающе. Вообще, мы попали в рыбный рай, смотрите, сколько аквариумов. Вот самый первый маленький аквариум. В нем плавают какие-то маленькие чувачки. Маленькие, да. По сравнению с нашим он даже большой. Но по сравнению с теми, скажем, он маленький. Давай сделаем такие колонны у нас дома. Колонны? Я вообще слышал, что вредно держать рыб в круглых аквариумах. А это что? Господи, вот это что? Видите, какая она гигантская. Ого. Реально гигантская. Что такое? Кто это такое? Не знаю, это какая-то змея. Вон она какая-то длинная. Ей норм, суд по всему. Да. Там, наверное, написано везде, как они называются. А здесь кто? А здесь вон какие-то чувачки. Здесь не нашли аксолоты, смотри. Точно, очень похоже. Это он. Нет, это, видимо, другое с колотами. Лашего жабры внешне есть. Смотрите, он такого цвета, что его даже и не видно-то на фоне этой херни. Ну, очень-очень похоже. Да. Короче, там написано, что это личинка угря с лапами. А потом он становится угрём без лап и становится вот таким. Ой, нанимасик сидит, целая толкомасик. Вот это я понимаю, окуни. Смотрите, целая куча окуней. Их бы сейчас всех засушить. Господи, какие же это гигантские аквариумы. Он еще и в высоту такой немаленький. Короче говоря, сушеные окуни – это самая лучшая вкусная сушеная рыба. Ир, тебя растянуло, ломалось. А это анимешные рыбки. В аниме такие часто показывают. По-моему, это карпы. Это японские. Это карпы, японский карп какой-то. Интересно, можно выловить одну? Господи, вот это осётр, Пётр осётр. Он размером, наверное, если его поставить стоя, будет мне по грудь где-то. Они похожи на котика. У них усики, как у котика. Смотри, какая там огромная бандула плывет. Господи, какие же они гигантские, эти осетры. Здравствуйте, мистер Сомик. Азиатский горный варан. Мне кажется, мы пришли покормить ребенком. А здесь еще одна маленькая ящерка. Как она называется? Нигде написано? Написано. Сморгадовый варан. Такой мелкий, фу, лошара. Какая классная рыба. Я к чему-то к нам в аквариум. Да, это прикольно. У-у-у, рыбное. Вообще так очень хорошо смотрится аквариум такой. Уютненький. Как называется эта штука? Смотри, смотри, смотри. Смотри, реально змея. Вот, я так больше хочу даже с себя в аквариум. О, класс. Вот это змея. Вот это класс. Вот это змея, да, на следующий. Давай, ты кухня. Я хочу такую брючную змею с себя в аквариум. Давай. Эй, рачок, иди мид, тащи. Еще один очень красивый аквариум. Похож на горные склоны. В Индонезии такие же. Или в Шри-Ланке. А этот креветон, кажется, боится упасть. Вот тут, ребята, вообще трудно подаются идентификации. Кто это такие? Лицо, как у коровы. Их они как-то странно извиваются. Вот что он пытается сделать? Не знаю, просто завис. А эти, кажется, пухнули и пузыри... А, нет, это просто пузыри идут. Я думал, они пернули и пузыри пошли. Эй, парень, с тобой все в порядке? Ты как-то лежишь? Кверх ногами, парниш, братиш. С вами Джонни Ноксел. Это передача Чудаки. И сейчас мы будем опускать руку в бассейн с пираньями. А, нет, закрыто. Ну, черт так хотелось. Короче говоря, вот это пираньи. Смотрите, как они прикольно зависают под растительностью. Именно так же они себя ведут в дикой Амазонии. Классно. Вот, смотрите, какие у него зубки. Какие милые зубки так, господи. И на дне еще я смотрю парочка таракатомов. Это самые присоски. Но почему-то их пираньи не кушают. И вообще через аквариум как-то глючно видно. Какой-то странный эффект галлюциногена. Пираньи. О, господи, тут еще миллион маленьких купи. А я их даже не заметил. Их даже не видно на фоне всех этих пираньй. Но, тем не менее, они там есть. Их почему-то не живут. Красота, милота. Отразу не поймешь, в чем прикол. Ну, на самом деле, здесь живут вот такие маленькие, но очень гордые креветки. 2D рыба. Вот так ее видно, а так нет. Привет, 2D рыба. Классно, милая, я смотрю. Чувак, с таким носом тебя вообще никто не даст. Смотри на себя, господи. Ой, как тебя зовут-то хоть? Веслоносый, плоскоголовый сом. А вот этого ската плющет не по-детски. Кажется, я перехал в паровой каток. Вот скат, скат, скат плющет. И снимает тоже блог. Два блогера. Вот какие здоровые рыбины плавают. Ну, реально такую рыбку это за целую семью. О, смотри, слетающей тарелкой лова. У них очень красивые рты. Они все время улыбаются. Не знаю, по-моему, это рыба толстый котик. Хочется не так погладить. А вот это, по-моему, все бы довольны. Смотри. Сударь, другое говно. Голова такая тоже странного этого товарища. Все, поплыло. Ему что-то не понравилось, похоже. Блин, как прикольно. Они такие гигантские. Я хочу вас. Я вас хочу скушать. Прикольно бурлит ил. Потому что вода льется из вот этой трубы. Это прям затопленный маленький участок леса. И здесь обитают тоже какие-то караси. А вот этот карась, похоже, рыцарь в доспехе. По-моему, эти две рыбы говорят мне, ядрит ты, лох. Ты себя-то в зеркало видел, а? Толстый. Это тарзан, короче. Он качается на Альяне. Ничего вы не понимаете, детишки в тарзанах. Это класс. Вот тут красота. Господи, какая же хлепотища. Тут еще какой-то маленький аквариум с одной единственной рыбой-торпедой, которая торпедирует вражеские подводные лодки США. Ну и руль. Вот этот гигантский аквариум. А, за счет зеркал он, кажется, еще больше. Но он реально большой в глубину. Ребенок попал в аквариум. А это древняя модель водолазного костюма. Именно в таких костюмах погружался Филипп Усто. Смотри, 16 килограмм. Кудовая хреновина. Мы, конечно, погружались гораздо более современных костюмах. Вы помните, с рыбелкой. В таком, мне кажется, даже дойти до моря трудно, потому что вот эта вот медная хреновина весит, наверное, целую кучу тонн. И целую кучу денег стоит, если ее сдать как цветной лом. Самый красивый аквариум. У него самые красивые рыбы в нем плавают, поэтому его загородили фанерой, чтобы наши глаза не лопнули от изумления и от увиденного. Я слышу звуки с севера. Кажется, мы попали на Северный полюс. Что это такое? Что там такое? Что там такое? Кто там такое? Не видно. Наверное, стоит строго. Да, там совсем маленькие скаты. Скотинка. Какие они маленькие. Наверное, я целиком могу калачиком свернуться и спать на таком скате и путешествовать по морю. Мы, кажется, попали на Севера. Осторожно, скаты опасны для жизни. Здорово. Смотрите, он летает в свободном полете. Ну, у меня садится батарейка на камеру. Это очень плохо. Придется снимать на телефон. Полетел, родной, лети, мой орел. Уровень маскировки овер 9000. Ну, это рыба. Какой ангел? Вот это? Нет, это камбан, которая ныкается в песок. Я хочу посмотреть, как она заныкается. Давай, ныкайся. 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 Вообще не видно. Как будто бы не видно. Что замаскировалось. Она еще может в песок вкопаться немножко. Ну, и рожа у нее. Ее не видно. Ее никто не пробует. Ух ты. Вот эта рыба. Ёж. Наверное, она очень опасна, если ее потрогать. Такие рыбки есть в той игре про акулу. Шарк. Как она? Шарк. Англий шарк. Короче говоря, если их хавать, то жизнь потратится. Так что, я думаю, в реале это тоже работает. Эти рыбы прячутся по принципу, по принципу детсадовца. Если голова спрятана, я никого не вижу, значит, меня тоже не видно. И, несмотря на то, все бошки попрятаны и думают, что их не видно. Хочу вас разочаровать, друзья мои водоплавающие. Вас видно. Смотрите, камчатский краб. Какой же он вкусный. Правда, он почему-то уже немножко красный, как будто его немножко уже сварили. Хотя этого не может быть. Может вода теплая? Кипиток может, да? Господи, а какой длинный нос у этой рыбы. Просто носище. Пиноккио недоделанное. Я не ошибся, тот краб был не камчатский. Вот камчатский. Реально, один в один. Только вот эти вот не красные. Рыбки свои носы длинные. Блин, реально хоррор какой-то. Вот эта туша. Присел на стеночку. Я к ним не хочу. Я бы там не поплавала. Да. Аквариум просто каких-то нереальных размеров. Просто он гигантский. Он просто необъятный. И под ним можно проехаться. Мы сейчас пойдем под этот аквариум. Что это? Какие акуленок? А что это такое? Акули-яйца. Акули-яйца? Внутри акули-яйца. Ого, ничего себе. Ты видел когда-нибудь акули-яйца? Нет. Теперь видела. Друзья, нам пора отправиться. Путешествие на конвейере. Очень удобно. Не надо ходить ногами. Есть конвейер. Мы с вами едем под водой в подводном царстве. Что же там? Мама, что это? Это дикое подводное животное флаг. Ничего себе. Впервые вижу его так близко. Короче говоря, очень красиво. Плавают рыбки. Становший корабль. Ой, кажется, там акула поплыла. Привет. Ты с такой же кожи, как я? Круто тебе. Дальше мы заворачиваем. Вместе с эскалатором. Вот что внутри затонувшего корабля. Ой, череп, череп. Скелет. Мама, 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 мама. Страшно. Да, как-то раз я здесь уже катался. Здесь где-то должен быть скелет. Человеческий. Человеческий скелет. Акула. Тут еще, кстати, плавают аквалангисты периодически. Они плавают с акулами. Короче говоря, вот такой гигантский аквариум. Очень классный. Господи, какая она здоровая. Мама, 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 она страшная. Короче, сел, у меня камера, снимай на телефон. Класс. Они прямо над головой плавают. Это так здорово. Это не передавай мой привет, акула. Как у тебя животик? Ой, какой милый животик. Слушайте, это вообще на самом деле крутотень. Что это? Что это, Ира? Это была пипяка. Я надеюсь, это были плавники. Да, плавники. Классно колышутся вот эти все растения. У меня подводный телефон. Я спустился на рифы дна морского и снимаю. Круто тут. Подводный столб. Мама, какие вы стрёмные все. Ну и рожа у той рыбки. Ой, привет, 2D-шный. Как дела? Как поживаешь? Вроде неплохо. Смотрите, они, по-моему, дерутся. Дерутся. Бей его, бей. Вали его на бок, ломай ему член. Красивенько. Очень красивенько, я бы сказал. Очень-очень. А это? Узнаёте? Это ж ваш лучший друг. Так же, как вы любят роковать. Хе-хе-хе-хе. Смотрите, наутилусы. Настоящий наутилус, помпириус. Какой красавец. Господи, как неудобно, что отсвечивает со всех сторон. Ну, короче, это он, красавец. Здесь какое-то ещё царство зарослей. Я обожаю, когда много растительности в аквариуме. Это очень прикольно. Смотрите, какая-то... Морской конёк. Морской конёк. Настоящий морской конёчек. Какая-то губочка там. Как красиво. Обожаю заросли. Обожаю заросли. Блин, вот это реально стремнота. Господи, какие у них страшные. У них рты такие прямо. Гигантские. И сами-то по себе они, смотрите, какие длинные. Длинные, 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 длинные. Эй, у неё начало есть вообще? Привет, рыбка, где у тебя начало? Вот начало. А это кто? Мама родная. Это какой-то рак. Чикибряк. Блин, ужастики. Реально можно хоррор в аквариуме устроить. Кажется, Мурене там очень уютно в этом кувшине. Привет, Мурене, как тебе там дела-то? Тебе норм? Судя по всему, да. Все снимают, короче, как тюлень подплыл. Вот тюлень подплыл, настоящий. Настоящий живой. Какой красавчик. Красивый. Они могут вылезти наверх, и наверху их кормят. Мне кажется, он пошёл подышать. И где у него, как вам сказать? Это она. Это она? Похоже на неё. Тогда ясно, ладно. А это что? Это виртуальная убегалка? Эй, рыба. Что-то они на меня не реагируют. А вот на ребёнка реагируют, смотрите-ка. Плющится парень. Греется на солнышке. Прикольно, вот когда они ныряют, как раз вот там их видно в разрезе. И они до сих пор там залипают с этим тюленем? Этот парень только что зевнул. Парень, зевни ещё разок, пожалуйста. Короче, он очень на меня похож. Я точно так же выгляжу, когда лежу на диване перед телевизором. Всплытие, всплытие, а на плытие одного на другого? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ну давай, давай, давай. Я снимаю, потрогай уже, наконец. Давай, 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 давай. А я заснял, я заснял. Короче, кормят акул. Поприветствуем, Сергей Леменович Пачуев, на бодисменты. Блин, круто ему там. Ну и, конечно же, не один, не один Сергей к нам прибавит. А вместе со своими юлицами акулы-няйки наши главные... Эх, Белкин телефон-блог снимает. Ну и, конечно, с ними... Смотрите, его влепили маленькие рыбочки. Круто, а он их кормит? Да, да, хоп-хоп, бросаюсь. Акул у нас три, и вот вся эта троица сейчас рядом с Сергеем. А вот и наша красавица пришла. А, как же я про нее-то забыл. Это сказка у нас одной по имени Принцесса. А ведь что? Принцесса нам немножко помешает. Она загородила весь проход. Блин, круто вообще. Я бы то, что хотел поплавать. Видите, что Принцесса сразу же перетягивает на себя внимание водолаза. Оп-оп-оп, она кушает. Все знают, что Принцесса – это царственная особа. Она кушает. И пока она не покушает, мы ничего не увидим все равно. Ну, Сергей уже, конечно же, приготавливается от Принцессы ее любимой, любимой хвостик. Ух-х-х! У этой Принцессы такой взгляд няшный. Да, белый телефон снимает, конечно, не актив. Но другой сел. И камера села. Вот дерьмо. Такая милота. Внимашечка с окулкой. Это мелотище. Да, видели. А вот сейчас делает стойку на голове аплодисменты Виши! Вот он и спокойный, и недороглевый, но любит Михаил у нас разные экологические пинькюды. Вместе с Вишей… Это не опасно вообще? Она была яйка по имени Настя, а рядом с Сергеем Пиалка, третья наша артистка. Блин, ты! Что она Пиалка может на путь на путь? Он их в дугу гнет, переворачивает, крутит как хотит, акулы. Вороньи рога. Может быть, им зубы ампутировали? Не, говорят, он долго очень, целый год с ними тренировался. Не шелохнется даже. О-о-о-оп! О-о-о-о-о! Воротничок какой-нибудь! Вот это воротничок! Да, вот это… Мужика я какие-то стальные. Акула-то своя гигантская, с него ростом. Чертов автофокус на чертовом Белкином телефоне. Давай же, давай! Вот, молодец! Это как в мультике «Уличная акула». Да, да, да. «Человек-голова-акула». Я просто хочу побыстрее все показать и куда-нибудь в реческом уголок уже и поставить. Да, прикольно у них там. Я бы тоже хотел там. А пока он выглядит довольно улучшительно. «Подлодный парень!» Короче, не танцуют вальс. Да, вы же такое не каждый день ее видишь. «Соколы», да, здорово! Здорово придумали, ё-моё! «И вот начинается наш подлодный вальс!» «Танцы с акулами!» «Танцы с акулами!» Это что за идея своя спорителька? Да, это не танцы с акулами. «Корота!» «Скат прикольный такой. Скат орляк. Видите, какой он сносатый. Носатый скушал, полетел. «Рыблетучие мыши большие и плоские, как лопаты!» «О, Мурена, Мурена!» «Где Мурена?» «Ой, он схватил подмышку, как кота!» «Он как котейку ее!» «Он сейчас он в руках Сергея!» «Это кищница, очень опасная для рыб». «Котейка!» «Он ее так обнял?» «Он не ядовитый, они их зубы, носы у них очень острые!» «И часто у Мурена забывает их чистить!» «Поэтому у меня тут зубами у меня постоянно какие-нибудь перебивающие остатки пища, которые очень легко получить заражение крови!» «Хеллоу, мистер водолаз!» «Смотрите, он тут с акулой прямо милуется у нас на глазах!» «Как с котятами домашними!» «А этот, водолаз, слишком рисково играл!» «Короче, вся огромная толпа ловнулась сюда, очень идиотко снимает телефон у Белки!» «Так что не обессудьте за то, что все не в фокусе!» «Воу, уже в фокусе норм!» «О, дядя!» «Данечка, плыви, едь, пожалуйста!» «А, ты вам видишь, дядя?» «Кажется, он там что-то нашел!» «А, он сюда плывет?» «Нет, не сюда!» «Данечка!»